Всем привет, мои коллекционеры любимые! С вами Ната Балтийская, сегодня у меня речь пойдет о Лизе Хартс, моей тоже любимой куколке. Вообще, я всем говорю, что мои любимые куколки Страны Чудес, мои самые любимые, остальные любимые уже после них. Поэтому обзор пойдет на еще один персонаж из Алиса Стране Чудес, из Волшебной Страны Чудес, Чудесные Чудесаты. Она Червонная Королева, дочка Червоной Королевы. Кто смотрел мультик в детстве, кто читал книжку, знают этот персонаж, один из главных ведущих, очень необычный, очень харизматичный. Я бы даже сказала, немножко отрицательный, но дочка на самом деле не такая. Немножко о героине рассказала, приступим теперь к обзору коробочки опять же. Я для вас, наверное, блистер верхний снимать не буду. Коробка выполнена в виде согнутой книги пополам. Сверху прозрачный пластик блистер. Коробка старого образца, стандартного, выполнена в золотых цветах. Тут имитация золота идет. Наверху имя героини Лизия Хартс. Сбоку закладка с ее атрибутами главными. Это ключик Брук Пейдж, как и у всех, а также карта червей королевы. И такое вот рубиновое сердце камешек. Также на закладке видно, что она у нас относится к королевским особым. Естественно, закладка сама является историей. Кто хочет почитать историю, я не буду тратить на нее время, можно найти в интернете с переводом этой закладки. Полный перевод есть. Задник у нас выполнен стандартно, как будто бы вырванная страница из сказки. Выполнена на различных, кстати, шрифтах и языках. И сверху заляпан чернилами красными, растекающимися такими. В этом случае чернила у нас красного цвета, как сама Лиззи Хартс. У каждого персонажа цвет чернил свой. Сзади мы видим с правой стороны куст розы из сказки Алисы Устрани чудес. Кто помнит, как королева заставила розы перекрашивать из белой в красный. И тут мы видим как раз белые розы, которые уже часть перекрашены в красный цвет. На самом блистере сделано выпуклое сердце Эвер Афта Хай с навесным замком, ключиком Брук Пейдж, фиолетовых цветах. Также, как всегда, написано, что до 6 лет детям такое не давать куколку. Сбоку стандартное дерево, кустики, как всегда. И мне повезло, у меня куколка для американского рынка. То есть это первый вариант выпуск. И поэтому у американских коробочек есть главная фраза. Тут у нас рестакинговый дек, то есть тасуй колоду. А также карта, у нас непонятно тут символы, или король, или валет. Скорее всего, наверное, это червовый, все-таки король. Сзади больше ничего нет. Дальше идут растительные узоры по низу. Они для всех кукол стандартны. Сбоку у нас, как всегда, странички. Имитация как будто бы страницы. И на корешке карандашиком написано Эвер Афта Хай. Сверху книжные листы, тоже имитация. Снизу о том, что эта куколка принадлежит компании Mattel. И у нее вытаскивается только кисти рук. Сзади у нас анкета Лиззи Хартс. Я про нее немножко скажу. Переведу ее для вас. Наверху написано, кто ты опять наследник или отступник. Дети сказочных персонажей теперь могут выбрать свою судьбу. Также сбоку у нас указано, что история персонажа находится внутри на закладке. Арт героини в полный рост. Такая вся сердечная Лиззи Хартс в полный рост. А также персонажи, которые вышли вместе с ней. Это Холли Юпопио Хейр, Сидор Гуд и Блонди Локс. Также о ней немножко написано, что Лиззи Хартс очень правильная, величественная. И определенная будущая королева червей в Стране Чудес. На самом же деле она неправильно понятая студентами Эвер Афта Хай. Что на самом деле Лиззи Хартс, в отличие от ее мамочки, не злая, как может показаться. Но она согласна повторить свою судьбу, быть королевской особой. В общем, Лиззи Хартс сейчас испытывает тяжелое время. Потому что вне своей страны очень тяжело быть понятым. И где проходят эти границы вообще нормального и ненормального. Ну, теперь немного анкету прочитаю на заднике. Значит, Лиззи Хартс, у нее день рождения 18 января. То есть, она козерог по гороскопу. Любимая еда у нее, овсяная каша с корицей и ягодами. Ведь это так полезно для сердца, говорит она. Цитата ее. Страна Чудес – это самое невероятное, загадочное, безумное, абсурдное место. И я очень скучаю. История родителей, значит, Алиса в Стране Чудес – сказка. Соседка по комнате, у нее дача Свон. Тоже королевская особа, как мы знаем. Тайное желание сердца. Я горжусь своим наследием, но я хочу быть более доброй червоной королевой. Когда много кричишь, начинает болеть горло. Моя магическая черта. Я могу легко и просто построить что угодно из колоды карт. Статус сказочных романтических отношений. Я подумаю об этом, когда вернусь в Страну Чудес. Мое проклятие. Все моменты, когда люди воспринимают меня слишком буквально. Когда я кричу голову с плеч. Это значит, что я просто говорю пожалуйста и спасибо. На языке Страны Чудес. Бедная девочка вообще полностью не понятая людьми. Любимый предмет – гимнастика. Я обожаю играть в крокет. Меня даже выбрали капитаном команды. Нелюбимый предмет – основа злодейства. Почему все думают, что я злодейка? Моя судьба быть загадкой. Лучшие друзья на долгое счастливо. Китти Чешир и Мэдлин Хэттер. Единственные, кто понимает меня в буквальном смысле слова. Все все-таки повезло, что у нее есть друзья из своей собственной страны, где они общаются на одном языке ридиш. Которые друг друга все-таки понимают. Сзади у нас в самой коробочке есть как раз отверстие, чтобы было видно, что там лежит подставка для куклы. И начнем, пожалуй, с подставки. Подставка у нас, на удивление, не золотая, а прозрачная. Как раз второй выпуск кукол уже новых персонажей стали выпускать на прозрачных подставках. Очень многих. Сам держатель прозрачный, а подставка золотая, так как она королевская супа. И фирменный ее цвет все-таки золотой и красный. Тут у нас, как всегда, золотой ключик с Брук Пейдж, навесной замок Эвер Афтаха. И в комплекте шла расческа тоже золотого цвета в виде ключика. Сама куколка очень красивая, очень необычная. Ее было очень тяжело найти. И сейчас, кстати, этот персонаж, вот именно в базовом варианте, как-то не представлен. На рынке, то есть не во всех магазинах именно есть Лиззи Хартс. Есть все четыре главные самые героини, они перевыпускаются. И какие-то новые персонажи тоже есть. А Лиззи Хартс, то есть она, на удивление, вот именно базовая, достаточно редкая куколка. Мне очень повезло, что я успела ее приобрести. Сейчас я лично в свободной продаже ее не видела. В интернет-магазинах за какую-то с наценкой сумму можно, конечно, ее найти. Она очень необычная по своей внешности. Я считаю ее одной из самых интересных и красивых на лицо даже кукол. Вот такая вот красавица. Начнем, пожалуй, с ее аксессуаров, прически. Прическа необычная, сложная. Многие ее расплетают. Я ее, конечно же, как коллекционер не стала расплетать. Волосы очень длинные, доходят до самой ниже попы. И просто свободно распущены. Только верхняя часть очень сильно залачена и выполнена в виде сердца. Сердце я не стала это расплетать. Видно, насколько она жесткая. И на самом деле очень страшно, что оно развалится. Потому что оно должно, по идее, вот так немножко быть. Оно почему-то смыкается. Отлежалась коробка. Волосы с очень хорошей прошивкой. Очень красивые, блестящие. И сия черного цвета. С легкой волной. Видно, что вот как у меня после коробочки она есть, так и она у меня сохранилась. Лучше, чем у Мэдлин Хэттер прошивка. Спереди идут, над олбом, впереди идут две красные прядки волос. На самом деле прошивка только от олба идет. По обе стороны головы. Сверху на саму эту прическу залакированную одета корона. Корона выполнена из мягкой резины. В виде состаренного золота. С красными рубинами. В виде сердечек и просто круглых камешков. И сзади корона а-ля диадема, а-ля тиара. Цепляется вот такими вот зубчиками. На самом деле они не особо цепляются. И корона держится за счет резинок. Резинка проходит через эту прическу. То есть внутри вот так вот петелька идет и вокруг. При покупке корона держится вот здесь вот двумя такими спайками. Но она очень портит вид, поэтому их я отрезала. И корона теперь не очень устойчива. Если их не убирать, тогда вид портится. Но корона держится очень стойко. Сережки у Лизи Харт симметричные. Я бы сказала, очень даже классические. Носибельные. Они выполнены из золотого пластика в виде двух сердечек. Весюлик. Такие вот сердечки. Скинтон у нее естественный. То есть не как у Мэдлин Хэттер идет в розовинку. А такой естественный нюдовый что ли цвет. То есть нормального телесного цвета. Она и не темная, она и не светлая. Также что интересное бросается в глаза, мы видим, что на левом глазу куколки нарисовано красное сердце. Вообще такая небольшая история, что оказывается настоящий королевой червей у них родимое пятно в виде сердца должно быть на глазике. Но Лизи Харт, я так поняла, у нее его нету и она его сама рисует. То есть это под вопросом, но где-то я это слышала. Такую историю уже самого персонажа. Макияж глаз яркий, смоки стиле, с использованием черных, серых таких растушеванных и красных теней. На неподвижные веки идет растушевка, наверное, черных теней. На подвижном веке идет красный. Обратите внимание, что блики на глазах у куколки, у Лизи в виде сердечек. Ресницы очень густые, очень густые, очень большие, очень выразительные. То есть на самом деле у всех рисовка лица разная. И если посмотреть внимательно, то и реснички у всех кукол разные. У Лизи Хартс они одни из самых больших, такие распахнутые. Сами глаза зеленого цвета, радужка бирюзовая. Наверху глазика проведена такая голубая линия, для того, чтобы сделать глазки более такими живыми. Румянец очень-очень слабо заметный. Он есть, но он очень слабо заметный, персиковый. Губы покрашены ярко-красной помадой. На нижней губе имеются блики в виде трех серебряных точек. А также губка нижняя покрашена розовым таким цветом. Тоже для придания такого 3D объема губ. Дальше. На куколке одет. Кажется, что это сплошной элемент. На самом деле этот воротник съемный. Он легко провертывается. Есть прорезь для того, чтобы снять. И выполнен он из мягкой резины. Воротник в виде такого плюмажа. И по краю идут сердечки. Одно вверх, одно вниз, одно вверх, одно вниз. Вот так вот чередуются. Красного цвета. При покупке куклы оно держится крест-накрест прозрачными резинками. Видно, что платье выполнено как будто бы в виде маечки. На самом деле платье футляр по своему строению. Единственное, сбоку сделаны валаны. Поэтому платье кажется немножко таким необычным. У Лизи Харцева единственной, мне кажется, куколки, у которой нет рукавов. То есть у нее голые целиком ручки. И что удивительно, если кто смотрел мультик, у куколки должны быть по идее красные перчатки. Но на самом деле они сделаны черным. Рассмотрим. Перчатки это на самом деле руки молдированы, выкрашены в черный цвет с имитацией перчаток. Также браслеты в виде манжет перчаток, в виде кружавчиков, которые выполнены опять же в виде сердечек. А также как будто бы здесь браслетов много надето. И один вот так вот находится, другой кверху. Внизу, в общем, имитация свободного такого падения браслета на ручку с бубенчиками. У меня бубенчики сделаны тоже в виде сердечек. Другая ручка точно такая же, только одета колечко. Колечко надо рассматривать вот так, одета на два пальчика. И выполнено в виде карт, уменьшенных карт. И четыре, мы видим, четыре масти. Трефы, бубны, пики и черви. В виде колоды карт золотое. Сверху видно просто как будто бы полосочка. Еще из аксессуаров у куколки имеется вот такая вот сумочка. Сумочка не открывается. Это вторая куколка, вышедшая с сумочкой на длинном ремешке. Первая это Сидор Вуд. И вторая Лиззи Хартс. Сумочка выполнена в виде сердца. С красивыми узорами, такая пузатая. Само сердце красное, но покрыто такой бордовой темной краской. Сверху как будто бы заклепка в виде шарик с шипами. Ручка мягкая, выполнена из золотой резины. Переходим тогда к платью куколки. Платье у куколки, как я уже говорила, футляр. Сзади оно, еще видим, такой вырез сзади. То есть оно действительно как маечка с голой спиной. На липучке до талии. Само платье целиком сделано из хлопкового трикотажа. Я уверена, что это 100% хлопок на ощупь. И сверху нанесены ментализированные узоры. Узоры сделаны под рубашку карты. Здесь сделаны орнаменты, как будто бы полусердца. На животике такое тоже сердце. То есть различные узоры, выполненные растительным таким орнаментом. Но все равно в форме сердца. То есть одни сплошные тут идут сердечки. По бокам пришита юбочка. Юбочка имеет трехслойную структуру. И сзади она удлиняется. То есть спереди ее как будто бы нет. А сзади она идет сплошная и доходит даже чуть ниже линии платья. Первый слой тюля шелкового трикотажа с ромбовидным рисунком. И сверху покрыто золотыми блестками. Заблестки не отпадают. Второй слой выполнен из более легкой тюли. Прозрачной. Красная такая сетка. И третья такая же тюль. Прозрачная, только выполненная из золотисто-оранжевого цвета. Сзади идет сплошной шов. А он соединяет как раз верхнюю трехслойную юбку со всем платьем. То есть оно прошито сплошной линией. Что мне еще нравится в этой кукле, что у Лиззи Хартс, так же как у Мэдлин Хэттер и у Китти Чешир, колготки не такие как у всех. Потому что у всех первых персонажей в основном колготки как-то идут стандартные. Платье тяжело поднимается, потому что оно в обтяжку идет у куколки. Колготки на резиночке выполнены из сетчатой такой ткани, но более плотные. Вот опять же сравню с куклой базовой. Видно, что сетка не такая ячеистая, как у стандартной у кого колготки черные, а более плотные. Идет также рисунок красных сердечек, обведенный золотым контуром. Очень интересные колготки. И сзади вот такой вот шов идет. Меня он не раздражает ни капельки. Многих раздражают эти швы на колготках. Туфли в виде ботильон с открытыми пальчиками красного цвета. Вообще, по идее, должны быть вот здесь вот в виде колоды карт, опять же различных. Тут рефы, пики, бубны и черви. Должны были закрашены красным цветом. Но производитель, видимо, поленился и оставил их просто золотой и краской покрыл. Только карты. Сами ботильоны с орнаментом тоже растительным, таким королевским. Очень интересный сплошной каблук. На платформе узкий каблук. Каблук выполнен в виде, опять же, карты червей. Сзади мы видим, что это у нас черви. Также есть небольшой разрез для снятия туфель с ножки. Интересно, что сама эта карта а-ля каблук соединяется с самой платформой туфельки. Не похожая на всех остальных. Я думаю, вы догадались, Лиззи Хартс, так как у нас персонаж из Алиса в Стране Чудес, то она выполнена на маленьком теле. Как и Китти Чешир, как и Мэдлин Хэттер, как и Банни Блан. То есть она маленького роста у нас, девочка. Итак, подводя итог. Куколка очень прекрасная. Прекрасна тем, что необычная. Необычная, харизматичная, не похожая на всех остальных. И, на мой взгляд, она самая удачная из всех Лиззи Хартс выпусков. Потому что все последующие выпуски как-то не передают колорит этого персонажа. Именно базовый вариант более королевский и очень привлекает внимание. Я думаю, что кто даже не коллекционер, когда смотрит на полку с куклами, первый взгляд все время падает сначала на нее, потом на Мэдлин Хэттер уже по своей яркости. Все время спрашивают у меня, кто это именно она. Надеюсь, вам мой обзор пришелся по душе. Ставьте мне лайки вверх. Надеюсь, вам я была полезна. А также я желаю вам здоровья, хорошего настроения и всем пока-пока.